Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет пришел следующий бытовой вопрос. Что важнее, домашние дела или молитва? Дальше описывается ситуация, я углубляться не буду, но вопрос для многих из нас весьма актуален. Потому что откроешь утреннее или вечернее правило, салтирьку, лампадочку зажжешь или свечечку, шторки закроешь, чтобы тебе ничего не мешало, может, даже кондиционерчик включишь, если жарко, или подтопить, как там написано в начале их молитв, в клеть сердце свое уйдешь, в тишине и молитве, и с благоговением начинаешь молиться, Боже, милостью буди мне грешной. И тут, Кать, где мои носки? Или, мам, мам, а где мой рюкзак? И начинается. Ах, ну что, Босс, там, чтобы все провалились, я тут только на молитву настроилась, искусители мои, я уже вот в Духе Святом была практически, уже так сладко было на сердце, так хорошо молилась, так тяжело было настроиться, и тут, да что, вы сам не можешь носки свои найти, да сколько вот можно тебе говорить, рюкзак после школы надо на место ставить, да что, что уроки сами без меня сделать не можете, да что, погреть тяжело, там суп вот в этой кастрюльке всегда лежит, на этой же полке, что сам не мог найти, и все-то там в ярости, потому что тебе помолиться не дали, и потом уже такая вся на нервах, пытаешься снова восстановить молитву, и думаешь, вот искусители какие, вот и правду говорят, враги, человеку домашнего, в мире скорб не будете, это дьявол против меня борется, только на молитву становлюсь, и каждый раз одно и то же, ух, там пропадение все пропадом, да, Боже, милостью будьте мне грешны, мам, мам, и что это, да, скажут, о, батюшка, что, бинокль смотрите с соседнего дома, как я на молитву становлюсь, я же шторки закрываю, откуда вы все это знаете, знаю, родные мои, знаю, что так оно бывает везде, где есть больше одного человека, дома, в монастыре, где угодно, да, можно, конечно, выехать на непитаемый остров, там можно молиться в тишине, только чайки крякают, волны перебоя шумят, и кокосы падают, но потом все равно будешь голодным, все равно одичаешь, уже молитва будет не такой теплой. Ну, возвращаемся к реалии. Что делать? Прерывать молитву, когда ее прерывают, или не прерывать? Кричать мужу, я домолюсь, потом тебе все дам. Отвечать на звонок важный во время чтения 50-го псалма, или не отвечать? Как поступать? Или отвечать и говорить? Вот ты мне молитву прервал. Человек пришел перекусить просто захотел, любимой жены спросить, где еда, оказался виноватым. Ну что ты? Откуда он знал? Ты его еще пилишь за это. А если он не христианин, ему неприятно. Вот жену православием переехала. Угораздила же. И как ты его воцерковишь, а? А на нас же, по словам посла Павла, лежит ответственность, воцерковляется во вторую половинку, невоцерковленную. Переводить ко Христу, так кто ко Христу не пришел, а не разводиться с ним. То есть и такие, ой, батюшек, разводиться мне с мужем неверующим или нет? Слышь, ты, верующая, а ты Писание вообще читала? Конечно, читала. Апостол Павла читала? Ну, я Евангелие читала. Это тоже как бы священное Писание. Да, ну, я думал, ну, второстепенное какое-то по отношению к Евангелию. В Евангелии написано, что враги человеку домашнего. Хорошо, а в Деяниях-то написано, что как-то надо приобретать мужа неверующего, жизнью, словом. А когда молитва твоя мешает супружеской жизни, мешает миру в семье, нарушает любовь, так какой ты христианин? Ты так, фарисеет, который пытается форму соблюсти, а духа нет. Внешне у тебя там акафистник, Евангелие, Псалтирь, а еще там каноны какие-то Андрея Критского три раза в день. И муж мешает только молиться. прерывайте молитву, когда вас зовут осуществить дела любви по отношению к сыну, дочери, мужу, бабушке, жене. Думаете, мужчины этим не грешат? Еще сильнее! Еще тебе еще в лоб даст то, что им двенадцатую песню акафиста ему прерывал. Бывают и такие православные, еродивые. Молится много, а любви как-то и снисхождение это ему не прибавляет. Так вот, отвлекитесь, осуществите дело любви с улыбкой, без вот этого взгляда молящегося человека, который вот перерывали на самом интересном месте. Потом возвратись в комнату свою, открой молитву, начинаю читать. Не с того места, с которого прервали, оно уже как-то не годится. Сначала, если на середине молитв прервали, ну, если это уже прервали на середине акафиста, ну, с той песни, с которой остановилась, и все будет хорошо, и Господь вашу молитву примет, и в семье будет мир и порядок. А если речь уже идет о церковной молитве, ну, переделай все домашние дела до того, как пойти в храм, чтобы все было хорошо, уютно, красиво, вымыто, чтобы нельзя было тебя попрекнуть в том, что у меня церковь жену украла. Раньше рубашки были наглажены, еда была приготовлена, погрета, постелька постелена, полик вымыт, кошка накормлена, а теперь самому все приходится это делать, потому что жена не успевает. У нее вечерняя служба, у нее литургия, у нее благодарственные молитвы, у нее вечерние правила, последование к причащению, там, три канона, молитва, там, о мире, молитва, там, еще о чем-нибудь, о детях, о мужа, о свекрови, или кто там, о тещи. А надо еще посмотреть, что на портале экзегет выложили нового интересного, и что, и где жена. Женщина там, на небесах, это мне тут нужно. Ну, ему уж, соответственно. Поэтому не увлекайтесь сильно молитвой за счет семьи. Все должно быть в меру. Аминь и Богу слава. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok